В Тверских лесах десятилетиями копились стихийные свалки, ликвидацией которых целенаправленно никогда не занимались. Но начиная с прошлого года ситуация постепенно начала меняться. Региональный оператор по обращениям с ТКО приступил к работе по выявлению вывозу несанкционированных навалов. Недавно в интернете появилась информация об обнаружении в лесу свалки с просроченными продуктами в Калининском районе Тверской области. На место выехал представитель регионального оператора для того, чтобы разобраться в ситуации и принять соответствующие меры. В прошедшую пятницу наша съемочная группа отправилась проинспектировать, убрали ли несанкционированную свалку, которая так мешала местным жителям и наносила ущерб природе. В Локоламское шоссе дорога в сторону деревни Лебедево. Небольшой съезд и дальше начинается сосновая роща. За несколько лет на этом месте, благодаря в том числе и самим жителям, образовалась свалка общей площадью примерно 1000 квадратных метров. Чего здесь только нет. Отходы после ремонта, весенней уборки старой листвы и многое другое. В основном ее отходы составляют деревянные подоны, которые, кстати, можно переработать, а также просроченная продукция. И как мы видим, в основном это бутылки из-под газированной воды. Многие жители региона неравнодушно относятся к природе и сообщают о незаконных свалках в СМИ или природоохранную прокуратуру. А дальше эту информацию передают региональному оператору по вывозу твердых коммунальных отходов. Но встречаются и те, кто продолжает множить мусор, предпочитая вывезти отходы в лес, а не заказать их доставку на специальный полигон. И даже крупные организации пренебрегают таким простым правилом. У нас здесь просроченная продукция. То есть магазин тоже какой-то нанял, кого-то вывезли. На данный момент, смотрите, уже вывезено 80 кубов. Общий объем где-то больше 250 кубов. Площадь тысяч квадратов где-то составляет. Тут есть уже старый мусор после нашего последнего приезда. Здесь вот еще привезли мусор. Я не знаю, когда там позавчера. Законом предусмотрено административно ответственность за незаконные свалки в виде штрафов для граждан от 3 тысяч рублей и до 700 тысяч рублей для юридических лиц. Хотя, как рассказывает представитель регионального оператора Дмитрий Крюков, найти нарушителя обычно тяжело. Поэтому многие продолжают использовать именно такой варварский способ избавления от отходов. Это очень сложный процесс выявления. Если случайно кто-то увидел, что выкидывает, сфоткали номер машины, сообщили нам, то мы можем как-то среагировать на это, найти нарушителя. Помочь выявлению нарушителей может любой житель. Для этого надо воспользоваться специальной формой на сайте ООО «Отсах». В разделе «Сообщите проблемы» или написать в личных сообщениях группы «Тверь спецавтохозяйства» в соцсетях. Для облегчения поиска конкретной точки следует прикрепить данные геолокации. Также можно оставить свой номер телефона, сориентировать сотрудников регионального оператора непосредственно на месте. О нарушениях такого характера можно также сообщать и в природоохранной организации, полицию, прокуратуру, а также в Общероссийский народный фронт.